Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. В этот прекрасный вечер, ну по крайней мере я записываю В этот вечер я налил себе чашечку кофе и обнаружил в Steam вышедший проект под названием The Old City, Leviathan. Ничего о нем до этого не слышал, но почитал описание и понял, что я хочу его как минимум попробовать, а как максимум пройдем его вместе с вами полностью. Игра представляет свою графическую новеллу наподобие Диар Истер, может быть The Warnership of Itam Carter, может быть Ether One. В общем, своего рода литературный пассаж на тему в сеттинге какого-то заброшенного старого города, пережившего апокалипсис. А может быть и не пережившего, если мы говорим о том, что людей в нем не будет. Пустой старый город будем исследовать, насколько я понял по описанию. Это все, что я знаю. Postmod Softworks произвела на свет. Хотя, как мне кажется, уже заранее даю оценку прекрасное детище, потому что я люблю такие проекты, вы это знаете. Музыка уже и главное меню настраивает на такое позитивное проведение этого вечера. Поэтому советую вам тоже налить чашечку кофе, чая, чего вы там любите, обложиться печенюшками и поехали. Или игра на английском языке, но я думаю, это не составит нам огромной трудности перевести. Мы с вами в этом имеем уже довольно-таки огромный опыт. Субтитры включены, поехали. Вы проникнете в разум, сломленный разум. Не все, что вы здесь увидите, не всему, что вы здесь увидите, можно доверять. Я, кстати, заранее прошу меня извините, если вы будете слышать, как я попиваю кофе. Но очень уже этого хочется. Старый город. Хорошая атмосфера, явно будет очень густая. И очень громкие звуки. Такое ощущение, что мы потерпим очередное калибр крушения. Очередное, потому что за время сочинения канала я потерпел их уже очень много. Один я. Я чувствую, здесь будет нелегко в плане понимания, и что-то должно быть запутанное. Причем, нас об этом предупредили. Не все, что вы увидите, не всему, что вы увидите, можно доверять. Хорошо. Привет еще раз. Пришло время нам поговорить. Хоть это наша рутина. Я не то, чтобы этого не хотел, но в принципе... Я бы хотел этого. Ты и я делимся ничем. Делимся ничем. Твоя рука – это необходимая эмбассия, и это не знаменитая. Что-то я поторопился с тем, что переводить будет довольно-таки легко. Но смысл в том, что мы разговариваем... С нами разговаривает человек. Съем нас с broken mind, как это было написано. Но смысл в том, что... Довольно-таки витиеватый язык. Так, идея его пассажа в том, что у нас с тобой есть о чем поговорить. Но при этом... И ни о чем, и обо всем сразу. Ну хорошо, это мне сразу напоминает SR1. Но уж если мы SR1 прошли... То что же мы не пройдем этот проект? По крайней мере попробуем. Причем записки, видите, здесь брать не надо. Мы просто подходим и читаем их. Хорошо, нереальный движок подлежит в основе игры. Здесь можно дернуть за какой-либо рычаг он. Попробуем. Но этого сделать я не могу, да? Картинка очень сочная, очень прорисована, детализирована. Это радует. Единственное, что я маленько понижу сенс мышки. Для того, чтобы вам было удобнее смотреть. Так, хорошо. Ну что ж, поехали, наверное, по часовой. По часовой. Явно нужно будет в этих записках искать какие-то секретики. Конечно, если бы игра была хотя бы переведена интерфейсно, и диалоги, было бы намного легче. Но кто говорил, что будет легко? Карта. Обозначена черепами, это понимаемое местонахождение. Эту карту тяжело понять, учитывая, что мы еще нигде не бродили. И не понимаем, что где происходит. Но давайте обратимся к литературе. Так, 31 января. Хорошо, а здесь у нас? 2 февраля. То есть по порядку, по часовой стрелочке, да? Хорошо. 31 января. Мне всегда интересно, как часто я просыпаюсь, чтобы встретить тебя. Сотни, даже, наверное, тысячи дней пролетели. С уверенностью могу об этом сказать. Я не могу поверить то, что ты не показывала мне его. Или показывал Соломон. Мой дорогой Соломон, да. Я встретил его около южной части этого здания. Мы имели довольно-таки замечательный разговор, беседу. Я не хочу, чтобы ты чувствовал или чувствовала, я пока не понимаю, к кому он обращается, ревность. Наша дружба с ним никогда не повлияет на нашу дружбу с тобой. И тем более он довольно-таки сильно от меня отстранился после того, как упомянул имя Белла. Бедняга не мог избавиться о мысли о ней. Какой-то, наверное, старый друг из старых времен. Надеюсь, я никогда не потеряю тебя, Левиафан. Наши отношения, они очень особенные. Хорошо, мы знаем имена Соломона, мы знаем имена Беллы, знаем Левиафан, что это имя. Но пока мы думаем, что это имя. Да, очень много будет литературы, это игра не для тех, кто любит экшен, ребята, не для тех. Но те, кто смотрел Соломоны или подобные проекты, те явно насладятся вместе со мной. 2 февраля. Я чувствую только первую серию вот этим записком, уделю внимание, но ничего страшного. Так, он сказал что-то о переезде на континент. Радости переезда на континент. Я уловил, что это было всего лишь сарказм, но в принципе в этом могло быть и действительно желание. Я надеюсь, он найдет то, что он ищет. После всего он в любом случае пытается что-то исследовать. Это все, что я могу сказать о Минотавре. А еще одно Минотавре здесь. Конечно, язык такой, блин, не сразу понятно, о чем речь идет. Того самого Минотавра, чье место, чье обитель находится недалеко отсюда. Чистой воды достаточно. Достаточно чисто, но он знал одно. Этот так называемый Моузес ничего не делает, кроме как ноет о его драгоценных двойлерсах и их желании переехать. Ну и где твой переезд, Моузес? И, честно говоря, он уехал позавчера. Сказал, что где-то на севере встречается с начальником лагеря, что ли, 5 февраля. Он вернулся. Не Соломон, нет. Другой. Моузес. Совсем недавно. Довольно-таки тяжело следить за всеми этими Минотаврами эти дни. Какие нахер Минотавры? Видимо, какая-то группа людей, что ли. Ну, я уверен, что ты всех их знаешь. Ты перспективная, да? Я-то знаю. Ну, в любом случае, он вернулся, и я чувствую, готовый идти и встретиться с ним еще раз. Я такая своего рода социальная бабочка. Если ты знаешь. Каждый раз, когда я завожу диалог, я все время свожусь к тому, насколько я сумасшедшая или еще какой-нибудь ерунды. Моузесу я не нравлюсь. У него есть терпение, которого у тебя нет. Он назвал меня каким-то идиотом, который портит ему разум. Или тебе разум. Ну, в любом случае, Моузес, я тоже не очень-то получаю удовольствие от твоей работы. От лица кого это все пишется? Седьмое февраля. Дурак. Он сделал выключатель. Как в конце концов, это то, что они говорят. Я как-то сделал выключатель один раз. И мой мозг не до конца восстановился, мой разум. Но я довольно-таки... Я проникла в какое-то хранилище, что ли. В какой-то портал. Но я довольно быстро сумела выжить, отказавшись от этого. Зачем ты сделал это, Моузес? Зачем ты проник в эту бесполезность? После того, как я выключил грязную воду, я увидел мир таким, каким он должен быть. Мог быть. Большое количество ничтожества. Ничего. Я только могу полагаться на тебя, чтобы вернуться в реальность, Левиафан. Ты должен показать мне, что они сделали. И что это место... Чем это место является. Пока я не ушла в свою собственную обитель. Или ушел. Я не понимаю, от чего имени пишется это. 15 апреля. Он ушел. Больше... Но его не будет существовать, как паразит в тебе. Он выбрался. Его путешествие в Тараниш. Я не могу не чувствовать, что он достаточно храбр для этого. С другой стороны, я здесь сижу одна или один, и мне нечего показать самому себе. Я стал эстатично. Я сижу здесь и поедаю свои припасы из старого города, даже не подозревая, что может предложить мне источник. Мне что, продолжать это? Конечно, я должна пить эту нечистую воду снова. После всего, если я бесполезна, нет смысла продолжать. Нет, я буду продолжать. Я вернусь в рассудок, как человек, потерявший надежду. Я вернусь в твою обитель, как паразитичный червь, которым я и являюсь. 30 ноября. Большой же промежуток между запсями. Достаточно долго прошло времени. Я потратил много времени в бесполезности, чтобы понять, что что-то нужно изменить. Завтра, Левиафан, завтра я продолжу свое путешествие, сделаю это путешествие. Я достигну поверхности, я найду старый город. Я найду источники Джонан. Ну, как вы видите, много мы прочитали, мало что понятно, но понятно, что после какого-то апокалипсиса люди, что-то связанное с рассудком, нарушился он у них, и они пытаются выжить. Из этих записей довольно-таки тяжело понять. Плюс я, конечно же, извиняюсь, я перевожу это все нелитературно. Ну, пытаюсь перевести литературно, но в любом случае какой-то смысл теряется. Это не качественный перевод, который сделан благодаря какой-то долго проделанной работе со словарем. Какие-то идиоматичные словесные обороты я, конечно же, теряю, но по крайней мере, что-то дословное я вам перевожу. Ну, графика, конечно, красивая. Игра света, тени. Пошли смотреть, что мы можем найти. Мы сейчас где-то в каких-то канализационных помещениях. Подобрать я пока ничего не могу, но, насколько я знаю, игра больше завязана на исследовании, нежели на взаимодействии с предметами. Ну, я не могу не вспомнить ESR-1, почему-то аналогии очень сильно напрашиваются для меня. Надпись смотрите под ноги. Хорошо, пошли. Блин, а что там? Немножко ускоримся и посмотрим. В принципе, я не могу сказать, что я получил огромное удовольствие от ESR-1. Я больше, конечно, играл для того, чтобы пройти. Так. Очень много мест, куда я могу пойти. Основной источник воды. Канализация основная, да? Блин, я тут потеряюсь, ребят. Я тут потеряюсь. Источник воды. Здесь я ни с чем взаимодействовать. К сожалению, легчаясь я не могу. Здесь нарисованы какие-то глаза. Не знаю, для чего это. Везде написано смотрите под ноги. Так. Доступ в канализации. Я боюсь туда спускаться, честно говоря. Но вполне предполагаю, что выход лежит именно через них. Давайте сначала пойдём всё-таки туда, куда кривая вымела меня изначально. Уже потом, если что, вернёмся в канализации. Пока я не хотел бы проникать ни в какие тёмные, страшные, сырые уголки. Но атмосфера, я мотив, скажу, как у хоррора, честно говоря. Атмосфера, как у хоррора. Так, здесь найти нам нечего. Ты хочешь, чтобы я был здесь? Ещё один странный вопрос. Но я действительно должен его спросить. Ты выглядишь довольно-таки остранённым. Причём с опозданием. Ладно, нам нужно идти всё-таки в Сьюерсы. Сьюерсы — это у нас канализации. Туда, куда мы с вами пошли, туда и лежит наша дорога. Но пошли. Я вполне допускаю, что какие-нибудь ребята, энтузиасты, например, Games Voice, сделают перевод этой игры. Если кто-нибудь из них меня смотрит, было бы очень замечательно. Даже готов поучаствовать. А-ха, шучу. Хотя нет, я бы с удовольствием попереводил что-нибудь. Мне это нравится. Так, ну тут уже попахивает, если честно, хоррором. Но, насколько я знаю, игра всё-таки не хоррор. Поэтому бояться особо нечего. Стоит признать и не обижайся. Вот ты иногда меня пугаешь. Даже когда я нахожусь в безопасности, есть места, такое, как это, которые я даже не хочу узнавать. Так, опять эти значки глаз. Можно проникнуть наверх, а можно пойти вниз. Не люблю такие развивки, туда-туда хочется. Мы просто посмотрим, что здесь. Хотя глаз в глаз указывает нам именно наверх. Так, здесь тупик. Нет, могу пройти. Мне интересно, если двойлеры держатся вместе, как крысы, действительно не понимают ценность изоляции. Все их маленькие войны по глупым целям скоро смоются. Но все они этого не осознают. Они никогда не поймут важность индивидуала, личности. Порядок, правосудие сильно для них. Даже нет смысла пытаться наладить с ними диалог. Дроллерс. Я, блин, знаю, что это слово. Дроллер. Я, конечно, посмотрю, и, может быть, вам в серии впишу, вам, может, куда-нибудь в комментариях напишет. Конечно, пусть только я посмотрю серии, я-то буду знать следующей серии, если мы будем, конечно, и проходить. Но это явно название какой-то группы людей после апокалипсиса объединившихся и явно что-то они делают то, что не нравится людям. Простите. Честно говоря, я думал, будет намного, немножко полегче в плане понимания. Язык, конечно, литературный и довольно-таки тяжелый для понимания. Ничего не поделаешь. То есть, лазаем наверх. Простите, еще раз. Тяжело, понятно, куда мне идти. Я боюсь что-нибудь упустить. Куча развилок. Просто куча. Насколько я понимаю, мне просто нужно откуда-то куда-то выйти. Непонятно откуда и непонятно куда. Я так понимаю, важность нахождения этих мест заключается в появлении такого диалога. ты бы разозлился на меня, если бы я удалил его работу. Я, если честно, не поклонник. Пока я принял эту порцию твоего... предоставил его избавиться. Я уверен, что он не прекратил принимать удостоверение, которую ты выставил от外側. Некоторые говорят, что он пошел влажным, после пытки жить от непосредственного вода. Да, ребятушки, тяжело это все читать. Очень тяжело. Я даже сейчас пытаюсь передать смысл, но там смысла-то особого нету. Там есть просто литературный философский пассаж. Никто не видит, никто не видит. Давайте вот так сфотографируем вот эти надписи. И кто-нибудь их переведет, потому что я просто устану это все переводить. Честное слово. Давайте посмотрим. Здесь очень много скрытого смысла. Очень много. Он читается прямо сквозь диалоги, но передать его довольно-таки тяжело. Так, открыты какие-то записи Соломона. Даже без понятия что это такое. даже без понятия. Может быть своего рода сохранялка. Ну ладно. Давайте пойдем сюда. кто-нибудь напишите перевод записок. Может быть даже знаете как будем делать общим усилием, если это кому-то интересно. я буду выпускать серию с вами будем переводить записи более литературно. А потом садиться за вторую не торопясь. А может мы пройдем все когда уже выйдет какой-нибудь русификатор. Хотя я вполне допускаю что его может и не быть. Не за все проекты берутся энтузиасты. Мы вызвали лифт. Отлично. Очевидно что вполне возможно что мы на нем уйдем. Просто понять что здесь. Ага. Все мы здесь могли подняться я понял. Хорошо на лифту уезжаем далеко далеко. Куда нибудь на свежий воздух бы попасть. Так тут у нас куча этажей. На какой уезжать? Мне что расправить твои легкие и наполнить их дыханием это было бы миленько. Да пока нихрена не понятно честно говоря. Но понятно что мы с вами общим усилием куда-то продвинулись. И очевидно что в этом проекте так первая часть была я теперь вторая часть они понятно что что ничего не понятно если все было опередено конечно можно было выводить смысл сейчас пока так ошметки только моих идей какие-то они они всего лишь маленькие животные без сомнений ты можешь их обвинять если я не завидел их за их природу я был бы так же жалок это всего лишь позиция ненавидеть крысу за то что она просто крыса это то же самое что быть самому крысой глубокая мысль ну хорошо давайте искаться здесь блин опять пошли эти лабиринты из игры получился неплохой по хорру кстати в принципе по качеству окружения здесь большое количество умерших крыс пошли в принципе я так понимаю можно просто идти куда глядят глаза и куда нибудь мы придем в принципе выход это всегда один верный открывается дверь потому что вы знаете что я люблю этот знак глаза дроулер это их символ очень большое количество дверей здесь все помечено свечами очевидно что сюда нам и надо своего рода храм у них какой-то своего рода храм давайте смотреть да это довольно-таки тяжелая запись давайте ее сфотографируем у меня в принципе есть такая идея попробовать эти серии выпускать редко потому что ждать русификатора придется явно долго я я или своими силами или прошу помощи вас зрителей которые не равнодушны к моему каналу давайте вместе попробуем перевести эти записки в комментариях выкладывать в каком-то хронологическом что ли порядке то есть просто допустим дату дописать откуда была записка и что там даже хотя бы промтовский перевод немножко подправленный литературно это было бы замечательно если честно я наверное так и сделал потому что почему-то мне хочется сделать именно так если мне кто-то в этом поможет будет вообще замечательно своего рода интерактивчик устроим по мне кажется это прикольно что там никто мне этого не говорил в принципе я никого и не знаю но после того как гильдия забрала по приказу они заблокируют этот тоннель нечистой воды все же понимают что нужно пить зачем блокировать дорогу они называют воду которую они пьют анклин то есть нечистая грязная так он не удивляется зачем было блокировать проход к воде ну ладно ну атмосфера конечно игры интересная литературный потекст конечно же ясен очевидно что мы с вами уперлись в тупик значит нам нужно куда-то пройти так здесь есть спуск а что у нас здесь хранилище такое здоровое хранилище честно говоря блин а из игры получился бы отличный хороп честно говоря смешно как они как орда борется за припасы все собранные с старого города и потрачены и потрачены так здесь тупик да я посмотрю я сейчас пока не тяжело копать но я попытаюсь сделать по двум вариантам или я буду в комментариях писать переводы или может быть я заморочусь и при монтаже допустим при появлении какой-то записки буду ее переводить и в виде текста вставлять на паузе посмотрим посмотрим как это будет лучше я понимаю что этот проект будет мало кому интересен люди в основном любят чтобы стреляли смеялись хохотали матерились но лично я кайфую от таких проектов не знаю почему ладно мы пока идем в правильном направлении возможно просто в принципе пословно понимаю но как вам это передать не совсем ладно разберемся в любом случае в каком-то виде перевод грамотно литературный будет вам представлен если кто-то готов не в этом помогать пишите мне или в комментариях или в контакте вместе будем с вами это делать почему-то хочется мне по этому поводу заморочиться хотя проще всего наверное бросить этот проект но почему-то хочется заморочиться глава третья мы субтитры Дело в том, что мы все инфинентно ужасны, за не поддерживать вообще, будь это через нейтральность или датриумность. Очень много словесных оборотов, каких-то идиомов, фразовых глаголов, ну то есть каламбура, да, игры слов, и я понял, что мне это будет делать тяжело, поэтому возьмемся за него, когда выйдет перевод. Ну что ж, давайте на этом эту серию закончим, пока понятно, что ничего не понятно, но понятно одно, что у игры очень густая атмосфера, она очень хорошо проработана локационно, очень симпатично графически, игра светотени. Я, скорее всего, продолжу ее проходить по обозначенному мною схеме, то есть, наверное, серия будет выходить не каждый день, редко, да, но я буду постараться прорабатывать каждую серию, то есть, давать вам каким-то образом перевод. Если получится при монтаже ставить видео, то так сделаем, если не получится, то в комментариях, ну посмотрим, в общем, в любом случае, надеюсь, вам понравилось, ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Анебель Плей, все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok